В источниках пишут, что услышав пьесу Михаила Булгакова в авторском прочтении, Максим Горький назвал ее превосходнейшей комедией с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием и предрекал ей большой сценический успех. Однако при жизни Михаила Афанасьевича она так и не была поставлена. В театре на Литейном спектакль стал режиссерским дебютом Романа Агеева, артиста и киноактера. Весьма известные пьесы, которые известны у нас по фильму, вполне звездному, и кто-то, наверное, знаком и с самим произведением. Здесь попытка сделать такое открыто-театральное прочтение, подчеркнуто-театральное прочтение с использованием языка и клоунады, и цирка, и, может быть, немого кино, концерта. В общем, ну, такой вот открыто-театральный, гротескный прочтение данного конкретного произведения. Главной темой сам режиссер обозначил утопическое чувство любви к родине, проявленное в среде снов. Сны – это мистическая дверь, которую открывают персонажи. Зрителям явилось гротескное, сумасбродное действие с непредсказуемыми ситуациями и драматическими сюжетными поворотами. Эстетика этого спектакля может быть немножко подверстана еще и под историю театра на Литейном, который, понимаете, вообще историю интересную, потому что это же имение графа Шереметьева, да, и когда-то на этом месте вообще был лошадиный манеж, например, да, то есть цирк, пожалуйста, лошадиная выездка, вот как бы этот контекст тоже есть. Потом действительно был театр ужаса, театр Гиньоля, то есть это из Парижа. Перед нами театр, имеющий такую своеобразную историю, вот, и может быть в данном случае, я просто даже не подумал об этом, вы сейчас сказали, и я подумал, что может быть Роман Агеев действительно немножко играет с историей этого театра. Репетировали спектакль три года. На сцене он с декабря 2021-го. Ну, я давно увлекаюсь пластическими тренингами, пластикой, и поэтому тут как-то совпало желание актеров, мое попробовать что-то. Безвыходная была ситуация, все начали пластически двигаться, ну, и как-то совершенствоваться. Вот. Кто-то может, ну, воспринимать такую, ну, как бы движенческую, что это будет раздражать. Ну, это же не, как говорил второй мой педагог, и многие люди у нас в Питере, спектакль не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Везде будет свой зритель, везде. То есть где-то его будет больше, то есть где-то там будет спектакль, на котором он будет в антракте уходить, к сожалению. Фестиваль продлится до 20 ноября. У вас еще есть возможность попасть на другие спектакли «Свидание на театральной». Афиши на сайте театра и в социальных сетях.